Координационный совет Юго-Востока принял такое решение, чтобы я сложил свои полномочия. Я буду писать заявление и я буду просить Центральную избирательную комиссию снять меня с президентской главы. Я обращаюсь к предложениям ко всем кандидатам, которые пытаются отображать точку зрения Юго-Востока. Петру Симоненко, Михаилу Добкину, Сергею Тегибку, Ренату Кузьмину, с тем, чтобы они последовали моему примеру. Выборы, которые происходят на фоне того, что государство, власть ввела на Юго-Восток с карательными функциями войска, проводить невозможно. Точка зрения людей услышана не может быть. Есть ряд кандидатов, которые просто объективно не могут поехать и встретиться со своими избирателями на западе страны. В таких условиях выборы работают исключительно на раскол страны. Я обращаюсь ко всем кандидатам с предложением сняться с выборов, потому что участие в таких выборах фактически легитимизирует действующую власть. Участие в таких выборах выглядит предательством по отношению к нашим гражданам, которые сегодня стоят на блокпостах, выступают на митингах, по отношению к тем, кто сегодня задержан, находятся в тюрьмах, по отношению к тем, кто сегодня задержан, и мы не знаем, где они находятся, потому что их задерживают непонятные войска, непонятные вооруженные формирования под какими-то предлогами выплатить 10 тысяч долларов или других вознаграждений. Мы не знаем, где эти люди. Мы считаем, что выборы должны происходить в стране после того, когда будет достигнут в стране консенсус. Мы предложили себя как переговорщиков для действующей власти. Мы способны организовать Юго-Восток на переговоры. И мы гарантируем действующей власти, если наша точка зрения будет услышана, сохранить мир и спокойствие в стране. И мы считаем, что если взвесить наши требования, амнистия по отношению к протестующим и сотрудникам Беркута. Изменения в Конституции, которые добавят в статус второго государственного языка русскому языку. Федерализация. И только после этого проведения, разоружения всех незаконных военизированных формирований, и только после этого проведения выборов, если взвесить наше предложение, с другой стороны, та война, которая сейчас надвигается на государство, то выбор должен быть однозначно в пользу переговоров. Мы этих переговоров не видим.